Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 августа. Я сегодня хочу показать вам томаты сорт Штраух. Многие о нем волновались. Это вот те самые томаты, которые я посеяла в лоточке, потом забыла на шкафу. И они без света, без воды 10 дней были. Стали белыми ниточками. Вот. Ниточки были тоненькие-тоненькие, как шелковые нитки или как лесочка. Многие думали, что они уже все не выживут. Но вот смотрите, какие томаты получились с этих сортов. Но это не только Штраух туда попал, там еще другие, потом покажу. Вот это именно Штраух немецкий, который я хотела давно. Я уже в теплице показывала вам, делала видеообзор и показывала, как он хорошо нагружен урожаем, вот эти вот кисти. И вот теперь хочу показать кисти в полной, в такой зрелости. Видите, какой ярко-красный цвет. Вот такой у них размер. Но они, я уже обрывала, целые кисти никак не сохранишь, потому что какие-то первые плоды спеют, какие-то после них. Но вообще кисти вот такие по 6, по 7, по 8 плодов связаны вот так в кисти и они висят. Плоды все равномерные, одинаковые. Поэтому написано, что в Германии они пользуются очень большим коммерческим, вот таким как применением. Их удобно, что они нет ни уродливых каких-то, ни деформированных плодов. Видите, они как игрушки. В интернете описание этого сорта такое. Полтора метра в высоту, 70-100 грамм вес плода. Плода неприхотливый, можно рекомендовать для начинающих огородников. Плодоносит до самых морозов, до заморозков. Не требователен ни к поливу и еще ни к чему-то. Так, полив, полив, ну забыла. Я читала же недавно. Вот такие плоды стандартные. У меня он в каталоге, многие хотят его развести. Мне уже пишут, что тоже хотели бы выращивать штраух немецкий. У меня в каталоге он будет под номером 144, потому что несмотря на то, что у меня его мало, он оказался таким плодовитым, что я думаю еще много семян с него собрать. Очень хороший сорт. В этот раз я разрезать не буду, у меня сейчас в руке видеокамера, их еще много там на кустике. И когда следующие поспеют, просто сегодня времени в обрез, долго занималась сборкой урожая. Когда следующие поспеют, я покажу вам какие внутри и скажу какие они на вкус. Вот внешний вид у них вот такой, смотрите, красивый сорт штраух, немецкий, из Германии.